По законам климатологии, холодно – это когда столбик термометра опускается до минус 5 градусов. Но мы уже привыкли к тому, что мороз – это когда минимум минус 20. Однако в республике прогноз далеко не утешающий. По северу республики столбики термометров опустятся ниже 40 градусов. Днем повышение до минус 20 градусов. Теплее будет лишь по побережью Байкала, но и там температура тоже понизится. В столице нашей республики будет преобладать морозная со слабым ветром погода. Ночью будет в пределах минус 30 градусов, а днем около минус 20. Впереди еще два месяца зимы. Это говорит о том, что расслабляться ни в коем случае нельзя. Переохлаждение – это первое, что грозит организму человека, если не принимать должных мер. Выделяют три степени. Переохлаждение – первое – это легкое. Человек ощущает общую слабость, апатию, возможно, нарушение речи. Первую помощь, которую необходимо оказать человеку при переохлаждении – это согреть его. Необходимо переместить его в теплое помещение и улучшить микроциркуляцию поврежденных, оборуженных участков тела. Необходимо это сделать теплыми руками или мягкой тканью. На морозе курить нельзя. Курение на холоде замедляет циркуляцию крови в конечностях, отчего вероятность обморожения только увеличивается. Кроме того, холодный воздух и дабачный дым вызывают повреждения дыхательных путей и являются факторами риска развития заболеваний органов дыхания. Нельзя употреблять алкоголь. Ни в коем случае не грейтесь на улице с помощью алкоголя. Он расширяет сосуды и способствует быстрой отдаче драгоценного тепла в окружающую атмосферу. Во время похолоданий нельзя пользоваться сосудосуживающими каплями для носа. Это ускорит замерзание и откроет дорогу вирусам. Очень неприятные ощущения возникают носоглотки, сухость, першение. Горячий чай лучше употреблять не до, а после прогулки по морозной улице. Для того, чтобы минимизировать риск возникновения простуды из-за резкого потоотделения. Однако не торопитесь пить чай сразу по приходу домой, поскольку от резкого перебата температур могут пострадать зубы. В период сильных морозов, чтобы чувствовать себя комфортно и не заболеть, необходимо к ним тщательно готовиться. Необходимо особое внимание уделить теплым вещам. Обязательно надевайте сразу несколько вещей. Это футболку, теплый свитер, конечно же куртку. Особое внимание необходимо уделить голове. Используйте теплую шапку, ну и конечно же не останутся и без внимания руки. Необходимо вот так вот взять теплые перчатки, надеть и как можно тщательнее греться. Ну и конечно же не забывайте двигаться на морозе. Можно вот так вот даже поприседать, как бы это забавно не выглядело. Ну а что, зато быстро согреемся, как и мы с оператором. Илья Бельков, Данил Дурхисанов. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова